Ангел Богосподень, на всякое лето, схождаши в купели, возмущаши воду, ижепервие влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек тридцать восемь лет, и мы в недузе своем. Сеговидев Иисус лежащий, и разумев, яко много лета уже имяши в недузе, глаголы ему «хощеши ли цел быти?» Отвечаю ему недужный «Ей, Господи, человека не имам, да игда возмутится вода, ввержит меня в купель, игда же прихожу аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему Иисус «восстани, возьми одр твой и ходи». И аби я здрав бысь человек, и взем одр свой хаждаше, и беже суббота в той день. В глаголах у жидови исцелевшему «суббота есть», недостойно ти взяти одра твоего. Он же отвечает им «и же мясо твори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи». Бопросиша его «кто есть человек реки и ти? Возьми одр твой и ходи». Исцелевый же не ведяше, кто есть, и Иисус бы уклонись народу сущу на месте. Потом же обрет его Иисус в церкви рече ему «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горшите, что будет. Иди же, человек, и поведа иудеям, яко Иисус есть, и жемя сотвори цело». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как Он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание стола. Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пассианцы наших планов, то Христос умеет прийти и перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще, дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе, какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь на этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет. А он все на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну, вдруг. Он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас. Ты что ли? Да как же? Да что же? Кто? Чего? Как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость. От радости в зобу дыхание сперло. Лежал-лежал калека. Всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит веселиться. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть, вообще, представить трудно. Насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там, удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там, даже не говорю, там, какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною, там, да? То есть, я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами, там, или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое, сухое такое, закон такое, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, шесть дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться. А сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление, приходишь, как бы, там они совершаются регулярно. Это чудо, вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствей обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах. В смысле, хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Я бы мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там, в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома двух студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось-то все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание, как бы, закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого коллегу исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Еремии. Еремия говорит, не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их. Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, что ты ходишь с постелью своей, ну это матрас такой, он куда-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят, нельзя носить ношу в субботу, нельзя ничего носить в субботу. Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. То есть умельцы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, они поступают прямо по Еремии, не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь. Или там запряг осла или коня и поехал по делам. Работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять. Обычное и необычное. Есть такая великая мысль, что человеку принадлежит великий труд. Научиться различать небесное и земное, профанное и священное, разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну слушайте, ну можно даже спросить его, Господи, ну ты что специально, что ли, раздражаешь их? Ну зачем тебе это? Ну что нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу. Зачем в субботу обязательно? Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни, и потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он в субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолом кланились, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племени от себя взяли, все заповеди нарушили, сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и как сумасшедшие схватились закон исполнять. Поэтому у них была как бы опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима, и они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Кто он такой вообще? Что он вообще? Кто? Либо он враг закона, следовательно, и враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы это очень важная сторона жизни, религиозной и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча, можно, нельзя, надо, не надо, вот так надо, так не надо. Евреи говорят так, говорили и продолжают говорить. Вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят, усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали, как свиньи, жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий, чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стоял вопрос, это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему, до каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой? Сколько раз они его спрашивали. Кто ты? Потом говорят, а, он бесноватый. А, он самарянин. А, мы там что-то... Короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит, делам моим веруете. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруете. И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее там. Вот так может быть. А может быть, так может быть. А может быть, вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем. Потому что Христос сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем, опа, а так тоже могло быть. То есть он переворачивает столы. Не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это пятая глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит, отец мой до сих пор делает. И я делаю, и сын делает. То есть я делаю то, что делает отец мой. Отец хранит мир, и сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как творец больше не действует. Он не творит нового. Но он поддерживает существующую вселенную и дает нам дыхание. И взвесил нас всех на руках своих. И вообще мы живем в его руках. В тесном присутствии. Как говорил святой Патрик Ирландский. Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в усах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи. Господь везде спасения от Господа. То есть Господь такой, Он везде, и Сын такой же, Сын Небесного Отца именно такой же, то есть Он поступает точно так, как поступает Его Отец, Он не может поступать иначе, поэтому Ему не важно, суббота или пятница, Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что Он специалист задавать нам задачи, и это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит, благодаря Христу, что Христос, Он специалист как раз, прийти как вор ночью, Он же говорит, приду как тать ночью, когда не знаете. То есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы Он пришел и сделал то, что нужно. Говорит, приду как вор ночью. Он делает то, что мы не ожидаем, это Его священное занятие. Поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, потом это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица. Хочешь Бога насмешить, расскажи ему свои планы. Будет все совершенно по-другому. Поэтому в голове у человека верующего должен быть хотя бы иногда. Чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот он такой. Поэтому мы приходим в Храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе, никто не знает Сына, только Отец. Вроде мы знаем Сына, как мы не знаем Сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском. Да, да. Он крестился от Иоанна на Иордане. Да, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил. Да, да. А потом его распяли, он воскрес. Да, да. Вроде мы все знаем про Него. Нет, он говорит, никто не знает Сына, только Отец. И Отца не знает никто, только Сын, и тот, кому Сын хочет открыть. То есть мы приходим в Храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь, наплевать, по части осудить, тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, и всем было бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие, ну чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить, я первый. А помочь, пододвинуть его ближе к кромке воды, нет, этого нет. Одиночество и безразличие, это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом встречает, потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда четыре человека его спустили сверху вниз, и Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. То есть сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, бери постель, иди, бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой, на выписку уже уходящие. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, глава 5 Евангелия от Иоанна. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Мне так жалко вообще, что эти слова Божие вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении, где-нибудь на остановке автобуса. Там пишут же, берегись автомобиля. Нет бы написать, что не такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова. И, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз по Евангелию. Все, милый, выходи, иди, вот тебе процедуры там, все там покажется через месяц. Но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга. Она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным. Поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит или и кахощет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это может быть в секунду все, понимаете? В секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чудо. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чудо. Не в себя я верю и не в силу своих молитв, а в Него, который творит или и кахощет. На пользу людям и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяю, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит, вообще, Господь. Он когда пришел, представляете, пришел в Храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Я говорю, что за хулиганство вообще, что такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает на... В субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. У него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины, не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я Мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему, пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знаете, что люди весьма безумны и без Христа, и во Христе. Люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе! Продолжение следует...